Здравствуй, Аня! Что ж, после ударного 2011-го игровая индустрия не собирается сбавлять обороты. Ждем очередные хиты от крупных и независимых разработчиков, но главное, снятие грифа секретно с игровых систем нового поколения. Современная игровая индустрия — это постоянная борьба трех компаний-гигантов — Microsoft, Sony и Nintendo. Последняя уже сделала свой шаг в будущее, анонсировав в 2011-м Wii U — новую игровую консоль с необычной панелью управления в виде планшета. В этом году — ход за конкурентами. Внимательный зритель фильма «Живая сталь» уже мог заметить рекламу новой консоли Microsoft. Однако, чего именно ждать от Xbox 720 и PlayStation 4 пока до конца не ясно. По данным британского журнала MCV, преемник Xbox 360 получил кодовое имя Xbox Loop, управляется с планшета и работает под операционной системой Windows 8. Самая смелая теория — Microsoft готовит не одну, а сразу две развлекательные системы. Первая — подешевле, будет заточена под интернет-телевидение и массовые игры. Вторая станет мощной платформой для игр-блокбастеров. Что совершенно точно, фирменная технология распознавания движений Kinect будет встроена в приставку и научится понимать настроение пользователя по выражению его лица. Номенуем очередной виток в развитии игровой графики. Локомотивы рынка в области визуальных красот, компании Epic Games и Crytek, весь прошлый год демонстрировали возможности своих новых движков. Это та планка ожиданий, которую производители игрового железа обязаны взять с запасом. По некоторым данным, сердцем PlayStation 4 станет уникальный процессор с 12 ядрами, что в полтора раза больше, чем у PS3. А вот приводы оптических дисков будущие консоли могут и не досчитаться. В эпоху быстрого интернета хранить игровые данные проще на удаленном сервере, оттуда же качать свежие хиты или даже играть в них напрямую посредством облачных технологий. Подтвердить или опровергнуть догадки прессы может июньская выставка E3 в Лос-Анджелесе, на которой прототипы новых игровых устройств, вероятно, представят широкой публике. Тем временем в Японии уже начались продажи PlayStation Vita, инновационного наладонника для заядлых геймеров. Четырехъядерный процессор, сенсорный дисплей на 5 дюймов, интерактивные заигрывания с окружающим пространством. Главный аргумент производителя — вместе с Vita ощущение от игры на домашней консоли теперь можно взять в дорогу. Впрочем, нынешняя экосистема мобильных игровых устройств заметно агрессивнее к новичкам. За место в кармане пользователя Vita необходимо бороться не только с главной конкуренткой Nintendo 3DS, но и с гаджетами Apple, а также смартфонами на базе Android. Тем интереснее наблюдать за схваткой. Продажи Vita в США, Европе и России стартуют в феврале. В 2012 год перезагрузки ряда классических франчайзов. Забудьте все, что вы знали о расхитительнице гробниц, утверждают авторы Tom Raider. Свежие игры серии без цифров названий. Лара Крофт станет еще женственнее и в прямом смысле слова ранимей. Акробатический экшен, нотки драмы и сюжет в духе Робинзона Круза. Готовое блюдо смакуем этой осенью. Для тех, кто любит погорячее, долгожданная Diablo 3 берет на мушку еще не добитых демонов преисподней. Мы следуем принципу делать игру простой внешне, но с богатым внутренним содержанием. Вселенная Blizzard отмечает 15-летие, но принципиально бродилка так и не изменилась. Самым важным изобретением третьей части стал аукцион виртуальных вещей за реальные деньги. Другой важный триквил года — мартовский Mass Effect 3. Ролевой экшен ставит точку в галактических странствиях капитана Шепарда. Дальше только голливудская экранизация, на главную роль, в которой прочь звезду сериала «Остаться в живых» Мэтью Фокса. Похож, не правда ли? В наступившем году нас также ждут пятая GTA, очередная FIFA и новой, отчего-то лысый Max Payne. Западные издатели вкладывают десятки миллионов долларов в развитие надежных торговых марок. А в это время самая успешная отечественная студия Katauri Interactive из Калининграда заканчивает совершенно новую игру. Онлайновый Royal Quest развивает наработки прежних хитов команды — космических рейнджеров и Kings Bounty. Согласно последним тенденциям, новинка будет распространяться бесплатно, а зарабатывать на отдельных сделках самыми нетерпеливыми игроками. Вот, допустим, можно выбить из мобов ключ от сундука. Соответственно, если у вас нет золотого ключа, вы подбегаете, смотрите, вы нашли сундук. Что делать? Заходите в Риалшоп, покупаете ключ, открываете сундук, ну или пробегаете мимо. По версии авторитетного журнала Time, лучшей игрой минувшего года стал Minecraft — универсальный строительный симулятор, созданный талантами одного человека. Хотя массовый геймер по-прежнему выбирает шутеры Call of Duty, чья последняя версия установила абсолютный рекорд продаж в индустрии развлечений. Спрос на экзотическую авторскую продукцию неизменно растет. Бестселлером 2012-го обещает стать виртуально-музыкальное произведение «Джонни», которым, по задумке создателей, нужно всего лишь двигаться к горизонту. Смысл этой невероятно притягательной игры медитации пока остается загадкой. Наконец, ждем возрождения классики. На мобильной платформе вернется Ларри Лафер — культовый бабник из тиляга виртуальных 80-х. За качество ремейка «Пикантного квеста» отвечает папа Карла серии «Эл Лоу» — геймдизайнер, саксофонист и коллекционер шуток с полувековым стажем. Переделке с нуля подвергнется и выдающийся сюжетный аркад «Литл Биг Эдвенча». Французская команда, создавшая один из первых компьютерных 3D-миров, вновь в сборе и готова подтянуть сказочную франшизу к стандартам 21-го века. Двигайся вместе с PlayStation Move. О том, во что мы будем играть, сколько зарабатывают на играх их авторы и как создаются виртуальные шедевры, говорит и показывает Игропром. Дайджест главных событий, достижений и тенденций на рынке электронных развлечений. Новые байты информации из мира видеоигр ровно через неделю. Аня.